в общем кажется я еду в отпуск несмотря на то что все было не так гладко как хотелось бы в общем то и мы должны были лететь другой авиакомпании но за две недели до вылета авиакомпании отменила полет пришлось срочно менять билеты ну в общем пора собираться вот приехала в аэропорт такой пустой такой далекий 9 месяцев точно прошло с того момента как я последний раз была в отпуске ночной таллиннский аэропорт прошли контроль багажа но вот заходим в зону дьюти-фри посмотрите как все пусто все закрыто работает только один небольшой отдел да очень непривычно даже по сравнению с летней поездкой на все заходим в самолет всего три с половиной часа полета и вы в теплой прекрасной греции сразу после ночного перелета нас ждала прекрасное мероприятие мы поехали на кристины к друзьям в общем то не было времени толком отдохнуть но зато день был очень насыщенный хотя немножечко пасмурный и дождливый в следующий раз в следующий раз в следующий раз мы можем сделать какие-то фотографии в следующий раз из И следующий день мы провели в Патросе, погуляли немножко, ознакомились, так сказать, с городом. Патрос – третий по величине город в Греции, расположен на северо-западной части Пелопоннеса. Тут находится крупнейший порт Пелопоннеса. До всей этой истории коронавирусной тут проходил весной большой достаточно карнавал. Город достаточно обычный, мне кажется, в Греции гораздо больше интересных городов. В общем-то, никаких супер больших достопримечательностей я не обнаружила, если не считать храм Андрея Первозванного. Храм является самым большим православным храмом в Греции и вторым по величине на Балканах. Я лично не могу сказать, что я прямо такая большая поклонница посещения церквей и храмов, но если уж вы окажетесь в Патросе, обязательно сходите, потому что этот храм действительно заслуживает посещение очень красивый, статный, в лучших православных традициях. Это уже третий день в Греции и погода теперь уже хорошая, потому что первые два дня было достаточно пасмурно, но по сравнению с Сталином, конечно, уже было в принципе хорошо гулять, но было достаточно ветрено, но несмотря на это я умудрилась подпалить себе шею, не намазалась кремом, думала, что солнышко еще не такое активное. И, в общем-то, хочу рассказать, как произошла вся эта поездка в Грецию, почему я решила поехать в Грецию, как все прошло с точки зрения коронавирусной ситуации, и я вам расскажу. Изначально мы собирались поехать в Италию, думали мы про поездку где-то в декабре, в январе, но в марте стало понятно, очевидно, что с Италией ничего не понятно, а в Грецию вроде как бы уже начинали пускать туристов с 14 мая. Вот эту информацию мы получили и решили, что можно попробовать поехать в Грецию, к тому же сам мой молодой человек, он из Греции, у него здесь родня живет, и мы решили, что если вдруг что-то случится, будет хотя бы какой-то вариант, где остановиться, то есть как-то более безопасно, язык он знает, знает всю эту систему. Паттерс на меня, конечно, никакого особенного впечатления не произвел, потому что он какой-то неухоженный, то есть видно, что могут быть очень неплохим туристическим городом, городком в том числе, но вот как-то грязновато, как-то вот мало каких-то интересных достопримечательностей, неплохая набережная, какие-то кафешки, кстати, все открыто, люди сидят без масок спокойно, кушают, пьют до поздней ночи, но в помещении сидеть нельзя. То есть вот вчера и позавчера были достаточно ветреные такие денечки, вот сидеть было нормально, но вот не супер тепло. Сегодня, конечно, уже солнце так жарит, я очень надеюсь, что мы сегодня улетим на остров, улетим, едем, едем на остров, этот момент у нас под вопросом там по личным определенным причинам, но я все-таки надеюсь, что у нас получится вырваться отсюда, и я тогда вам покажу красивые-красивые виды Корфу, вот туда мы собираемся поехать, вот, ну и как бы все, то есть все очень свободно здесь гуляют, перемещаются, такое ощущение, что коронавируса здесь нет, все можно, все открыто, ну никакой дистанции тут тоже никто не соблюдает, то есть все очень лайтово. Вот такие мои первые впечатления Греции, сори за такую съемку, пыталась найти менее солнечное место, но вот 10 часов утра и уже солнце отвлечет со всей мощью, вот. Переместилась в лобби для того, чтобы у меня хотя бы было видно, но теперь я смотрю, что у меня такой большой ожог, честно вообще не думала, что так подпалюсь, потому что действительно первые пару дней погода была ну совсем как бы не пляжная, мы просто гуляли, мы съездили на крестину к его близким друзьям, вообще как бы процедура крещения совершенно ортодоксальная, православная, да, то есть детей крестят абсолютно так же, как в наших русских церквях, окунают детей, значит, вот в эту миску, хотела я сказать, ну специальную вазу, да, как бы, и что самое интересное, вот я узнала, не знала раньше, что, оказывается, греки не дают своим детям имена до того момента, пока не состоится обряд крещения, то есть сейчас детям полтора годика где-то было, и до этого времени они были как бы без имен, и я так поняла, что это очень распространенная история в Греции, то есть ребенок там до года, до полутора, до двух лет может ходить, ну без имени, там быть baby girl, baby boy, но на их греческий лад, то есть да, а так вот и церковь была, в общем-то, ну как бы, естественно, у нас одинаковая религия вера, и да, ничем не отличается от того, как крещение проходит в наших православных церквях, вот, и такой большой праздник для них, потому что сначала, ну сначала в церкви прошел обряд крещения, потом был как бы сладкий стол, так сказать, candy table, и потом была фотосессия, там детей фотографировали родители, крестных родителей, потом мы поехали в горы на обед, там подавали традиционную греческую пищу, я, честно сказать, я не стала ничего снимать, потому что это такие как бы личные моменты, ну, как бы крещение, семейный ужин, в общем, мне кажется, что это не для посторонних глаз, но посмотреть со стороны, как вот действительно живут греки, было интересно, вообще очень интересно то, что я, ну, как бы я со своим каким-то проевропейским взглядом на жизнь не думала, что вот религия, ну, в других странах играет по-прежнему очень значимую роль, и для греков вера это вот, ну, по главе всего, то есть у них такая большая семейность, я вот смотрю, что, например, друзья моего бойфренда, они друг друга все с детского садика знают, и они вот как бы дружат, ходят друг другу на все эти праздники, свадьбы, крещения, рождения, то есть, ну, мальчики, девочки там все вместе друг с другом общаются, ну, как бы очень они как-то близки друг к другу, остаются на протяжении всей жизни, и, ну, вот в деревнях, вот как бы, ну, почему-то в деревнях, у них как бы такие домики аккуратные, и внутри интерьер совершенно не такой, как вот принято, вот как я это вижу, да, как сейчас вот в современном, у нас там в Эстонии оформляют квартиры, дома, вообще все по-другому, все вот веет каким-то таким, ну, другим стилем, и, ну, очень красиво, очень интересно, сама бы так я, наверное, жизнь не хотела, но со стороны посмотреть прям классно, вот, и сейчас мы поедем в деревню обратно, я попробую снять видео виды вот этой деревушки, там очень много красивых кафешек, все такое вот греческое, единственное, что вот я не понимаю, здесь, мне кажется, очень не любят пешеходов, ничего не сделают для людей, то есть машины вообще не пропускают, даже если есть зебра, вот им все равно, машины едут, то есть беги, как сам можешь, как сам хочешь, на свой страх и риск, то есть вообще, как бы, pedestrians для них это вот просто пустое место. Вот в той деревне, в которую мы поедем, откуда он, собственно говоря, родом, там вот прямо по главной дороге, которая проходит вдоль моря, много-много-много кафешек, а вот пешеходного пути нету, то есть вместо того, чтобы сделать какую-то дорогу за линией береговой, но как бы какими-то парковками, чтобы была, например, отдельная дорога для пешеходов, чтобы идти наслаждаться видами моря, чтобы вот спокойно садиться в эти кафе, в общем, там такого нету, то есть стоит кафе, потом дорога, и потом как бы вот эти терраски, которые относятся к этому кафе, то есть официанты бегают вот так вот, люди бегают вот так вот, береговая линия вот такая узкая, то есть тут машины, тут береговая линия, тут море, все вот так вот в перемешку, очень как бы вот недоразвито, если честно, ну, жалко, потому что, мне кажется, по сравнению с Хорватией, ну, как бы Греция проигрывает, по крайней мере, вот, ну, я тут была всего в двух местах, ну, вот, скажем, такая как бы, то, что я видела в Хорватии, ну, выгоднее отличается, здесь все более какое-то, знаете, натуральное, в Хорватии все-таки они долизывают, они вот долизывают все эти курортные места, здесь как бы нет, здесь вот они, ну, здесь, может быть, это не самое туристическое место, правда, где я нахожусь, но вот, несмотря на то, что кафешки очень хорошие, такие вот прям красивые, там вот прямо крепкие пахнут, и такие белые дома, белые столы, голубые скамейки, ну, очень много вот именно в деревне. Здесь в Патрисе, на самом деле, каких-то интересных таких мест, с точки зрения посидеть, посмотреть все достаточно, ну, как бы обычно, а вот в деревушке, в которую мы поедем, каждый ресторанчик, каждая кафешка с каким-то особенным интерьером, и прямо, ну, ну, все такое какое-то кукольное, очень красивое. Я попробую снять, ну, видео, потому что вчера, ну, так все быстро, потому что, да, как-то туда-сюда, и, в общем, нет времени сделать нормальную съемку, но вот сейчас мы ходим обратно, я постараюсь сделать, ну, такой, как это, обзорный вид на эти кафешки, если получится, будет классно. Ну, природа, конечно, в Греции, удивительной красоты, это море сумасшедшего цвета, горы, воздух, в общем, бальзам для глаз, души, красота неописуемая. А сейчас мы будем проезжать вантовый мост. Насколько мне объяснили, это один из самых больших вантовых мостов в Европе. Кроме того, он устойчивый к землетрясениям. Называется он Орион Андерион. И, в принципе, несмотря на свою такую практичность, мне кажется, достаточно красивым и запоминающимся мостом, скажем так. И, несмотря на определенные обстоятельства, мы все-таки едем на Корфу, и, мне кажется, на этой лодке мы будем встречать закат. Вот хотелось, как рассвет, но нет, закат, солнышко уже садится, за нами остаются горы. Маленький портовый городок, который нас отправит на остров Корфу. Вот все растрепаны. Ладно, спасибо. Hawaii-п Погоди, для детей. НагрIDенькое. Перепестанция. Кража-палка. Окей-п parc Лепота. Подписывай! Комабиспisso. Субтитры сделал DimaTorzok